Дорогие друзья, 24 октября, Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Вот, собственно говоря, давайте вместе примем участие в этой борьбе и поговорим. Ничего страшного не происходит, все нормально, все даже неплохо, я бы вам сказал. Тем не менее, повод поговорить у нас с вами однозначно есть. Поэтому приведу вам несколько достаточно интересных фактов в качестве информации к размышлению. Возможно, и мы с вами действительно внесем свой вклад вот в эту самую ликвидацию. Итак, почему 24 октября? Ну, прежде всего, потому что именно 24 октября родился Джонас Солк. Джонас Солк — это американский вирус Солох, который в 1952-55 году в течение трех лет стал создателем, ну, естественно, с кучей помощников, стал создателем инактивированной вакцины против полиомиелита. Ну, вот, собственно говоря, в этот день поэтому все и отмечают. Теперь, как обстоят дела с полиомиелитом на планете Земля? Ну, если оглянуться на 30 лет назад, то, знаете, друзья мои, дела обстоят очень даже неплохо. Я бы даже сказал «хорошо». И в этой хорошести есть определенные риски для нас всех. Сейчас мы с этим разберемся. Итак, почему, собственно говоря, мы оглядываемся на 30 лет назад? Потому что именно в 1988 году появилось такое движение, которое получило название «Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита». Ну, вот, не совсем привычно для нашего слуха это название. Тем не менее, вот это движение, в котором участвовали, естественно, и участвуют до настоящего времени, огромное количество активистов, общественные организации, благотворительные фонды, конечно же, врачи, конечно же, Всемирная организация здравоохранения. Так вот, они, все эти организации, вся эта инициатива поставила перед собой цель полную ликвидацию полиомиелита на планете Земля. Теперь информация, почему вообще идет речь о полной ликвидации, почему это возможно. Ну, прежде всего, вы должны понимать, что у медицинской науки есть прецедент. Ну, вот, та самая натуральная оспа, которая была, потом исчезла. Почему исчезла натуральная оспа? Потому что вирус натуральной оспы может жить, существовать длительно, только в организме человека. Если в течение нескольких лет люди не болеют, это значит, вирусу просто негде жить. И значит, болезнь заканчивается, ликвидируется полностью. Вот с полиомиелитом ситуация похожая. То есть, это та болезнь, когда речь идет, опять-таки, о вирусе, который размножается исключительно в кишечнике человека. То есть, напомню, возможно, вы знаете, слышали, полиомиелитом заражаются через рот, то есть, по пути заражения это как кишечная инфекция, только проявляется он иначе, параличами и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, если на Земле в течение нескольких лет не будет регистрироваться вообще полиомиелита, то мы об этой болезни можем забыть. А теперь, а теперь, собственно, выясняем, а как же дела на сегодня? А очень интересно. Смотрите, в 1988 году, еще раз ввести времени, каких-то 30 лет назад заболело на Земле, полиомиелитом, 350 тысяч детей. Друзья мои, смотрите, я вообще не пытаюсь переместиться на 50 или 70 лет, когда речь шла о миллионах заболевших. Мы говорим о 1988 году. Вот именно в этом году была создана вот эта самая глобальная инициатива, и в этом 1988 году 350 тысяч человек на Земле заболело, в основном дети первых 5 лет жизни, большинство из которых остались инвалидами на всю жизнь. Теперь смотрим, что сейчас. Вот буквально статистика по 2016 и 2017 году. В 2016 году, в 2016, 37 заболевших, в 2017-11, на сегодня мы можем говорить о том, что случаи полиомиелита реально регистрируются всего в трех странах мира. Афганистан, Пакистан, Нигерия. Все. То есть, смотрите, друзья мои, 350 тысяч было, прошло каких-то 30 лет, и стало 11. И теперь давайте вот посмотрим правде в глаза. Возможно, эти 11 случаев, это уменьшение заболеваемости более чем на 99,9% стало возможным не потому, что вам тут рассказывают про то, что вдруг все люди на Земле стали массово мыть руки. Вдруг у нас стремительно, особенно там в Афганистане, Пакистане, Нигерии, улучшилась система водоснабжения. Вовсе не поэтому. Не потому, что с вирусом что-то случилось, и он ушел в какие-то теплые страны жить. Уменьшение заболеваемости связано только с одним. С тем, что на Земле массово-массово делаются эффективные и безопасные прививки от полиомиелита. И сейчас, ну вот вы же понимаете, что такое 11 заболевших в год на земном шаре. Это же говорит о том, что если, ну вот, сделать еще буквально несколько шагов, ну чуть-чуть, совсем чуть-чуть, и их не будет вообще. То есть реально, именно сейчас, именно сейчас человечество на пороге полной ликвидации полиомиелита. То есть осталось совсем чуть-чуть. Вот этот вот хэштег, вот это словосочетание, осталось совсем чуть-чуть, via this close, совсем чуть-чуть. Мы очень близко, мы рядом, мы близки к победе, как никогда. Вот это вот чуть-чуть, это сейчас демонстрируют известные люди по всему миру. Говорят, ребята, давайте чуть-чуть поднажмем и забудем. Вот вообще забудем об этом. Ну все условия есть. Но вот это вот чуть-чуть, вот когда уже чуть-чуть, знаете, наша замечательная пословица про плыл-плыл и не доплыл, когда чуть-чуть осталось, мы попадаем в очень интересную ситуацию, когда полиомиелита-то нет. Вот, поглядываемся по сторонам, а у-у-у, где полиомиелит? Кто болел? Где умерший? Где парализованный? Нет, мы уже полиомиелита не боимся. Мы что теперь боимся? Ну, конечно, мы теперь умные, мы смелые, мы теперь боимся прививок от полиомиелита. И я могу сказать, что самые смелые, не боящиеся полиомиелита, но боящиеся вакцины, это, конечно, вот они тут вокруг меня. Потому что на сегодня мы можем сказать, что мы возглавляем рейтинг европейских стран с наименьшим охватом вакцинации от полиомиелита. В самой смелой Украине 50% детей вообще не вакцинированы от полиомиелита. Ну, соперничают с нами, но мы, конечно, впереди все равно. Соперничают с нами в Европе только две страны. Это Босния, Герцеговина и Румыния. Там тоже все такие вот смелые, которые полиомиелита не боятся. Поэтому сегодня ситуация становится критической. Именно критической. Поскольку вот эта наша смелость, она приведет к тому, что количество непривитых детей будет упорно нарастать. И по прогнозам, если все будет продолжаться такими темпами, то 200 тысяч заболевших в год, 200 тысяч, повторяю, заболевших в год, это будет реальная перспектива, которая в течение 10 лет ожидает человечество. То есть мы находимся на очень интересной развилке человеческой истории, человеческой борьбы с полиомиелитом. Чуть-чуть и забыть, или отмахнуться, продемонстрировать особую бдительность по отношению к вакцинации, и не прививаться дальше, поставив жизнь своих детей под угрозу, поставив под угрозу будущее огромного количества людей на земном шаре. Ребята, давайте все-таки образумимся и сделаем вот это. Даже это не шажок. Это вот маленькое движение на цыпочках вперед. И закроем эту тему. Существуют эффективные и безопасные вакцины от полиомиелита. Мы должны защитить наших детей, наших внуков, человечество. Если мы проявим благородство и благоразумие, если мы заглянем хоть чуть-чуть вперед, у нас появятся реальные шансы забыть о полиомиелите вовсе. Друзья мои, мы совсем близко, мы рядом, мы так близко к победе над полиомиелитом. Сделайте свой малюсенький, прямолюсенький шажочек. Защитите собственных детей. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok